Тренировочная квартира Мы хотим, чтобы их жизнь была более качественной, чтобы у них было больше возможностей в этой жизни. Я бы сказала, что мамы – это такие двигатели у этого паровоза, если мы программу назовем паровозом. Мамы очень заинтересованы, мамы помогают организовать даже оборудование этой квартиры. Это практически все дело рук родителей. А все-таки важные вопросы обучения, коррекции поведения мы доверяем больше специалистам, педагогам. Таким ребятам очень важна подача и простота материала. То есть в нашей работе мы используем очень часто и всегда, можно сказать, визуальную поддержку. У нас все занятия структурированы, у нас есть четкая последовательность действий. То есть ребята, получается, они не теряются, когда видят что-то незнакомое. У них есть четкий план, что нужно делать. Квартира в городе Березовском предназначена для ребят от 14 до 18 лет. Каждый день они изучают новые бытовые навыки и повторяют уже пройденные. Сегодня участники проекта учатся быть курьерами, обсуждают тонкости данной работы и закрепляют их на практике. Он должен иметь хорошую память, чтобы помнить, что он собрал, кому нужно отвезти и что, сколько взять денег. Это мне доставка? Спасибо. Зачем только? Как Сане отправили. Все, спасибо. Ребята занимаются здесь по сменам. Каждая смена длится два месяца. У каждого есть расписание индивидуальное, есть расписание общее, по которому ребята занимаются, проходят какие-то, прокачивают свои новые навыки. Например, у них есть в расписании финансы или планирование, где они учатся планировать, они выбирают, что они будут кушать, выбирают, кто будет готовить кушать, кто будет дежурить по кухне. После вкусного обеда у ребят по расписанию следующее занятие. Оно посвящено уходу за своей одеждой. Это называется нательное белье. Нательное белье – это планы, носки, маечки, нужно менять каждый день. Казалось бы, это навыки обычные для многих людей, да, помыть за собой посуду, постирать белье или вымыть пол. Но для многих ребят с ментальной инвалидностью это достаточно тяжелая работа, и мы помогаем им освоить эти навыки. Все занятия проходят в игровой форме. Участникам нравится выполнять задания и общаться друг с другом. По итогам дня каждый из них получает зарплату за выполненную работу. Это может быть шоколадка, может быть сок, может быть какие-нибудь вредные чипсы. Есть ребята, которые обязательно выбирают деньги, несут домой и складывают их в копилочку. Тренировочная квартира – это такой мягкий переход из затянувшегося детства наших ребят, которых мы, родители, бывает слишком опекаем, да, в какой-то шаг в взрослую жизнь. Уметь самому делать очень много важных и нужных вещей. Умения, которые одним людям кажутся простыми, для других – большой труд. Но каждый день, проведенный в тренировочной квартире, приближает ребят к самостоятельной жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова